МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У гомельских рамесников заявилась своя полишка. В областном центре сегодня открылся специальный магазин. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Капсула с посланием до нашатков и массовое гуляние. У Гомеля 7-го листопада пройдут урочистости с нагодой 100-го Кострышницкой революции. Прологом до початку мероприемства станет митинг для Кургана Славы, где в 1967 году была закладена капсула с посланием. От Кургана Славы на ретро-аутомобиле я ей перевязуть до площади Ленина, где подчас урожистого митингу в 11 годин текст и огушать. Затым его передадут у фонд Музея истории Гомеля на постоянное заховывание. Программу святочного дня протягнет реконструкция падей 1917 года. Обачить ожившую историю можно будет в 11 годин 30 хвилин, каля фонтана в Центральном парке. А кроме того, подрыхтована святочная концертная программа. В связи со святом в Беларуси измененный график працы установок о вы здоровье в ближайшие выходные. Так, больницы завтра будут працовать по графику выходного дня. У понеделок 6 листопада рабочего дня. У авторок 7 листопада святочного дня. Работа поликлиник, станции переливания крови, санитарно-эпидемиологичных организаций и аптек завтра будет организована по графику выходного дня. У понеделок – субботнего дня, а у авторок – святочного дня. Треба значить, что в этот час у приемных отделениях больниц, у травматологичных пунктах и поликлиниках будут дежурить наибольшь квалификованные специалисты. На дворе в ближайшие дни будет сприяльным для проведения святочных мероприемств. Становшая тенденция, которая склалась в субботу, захавается и в неделю. Синоптыки обещают дальнейшее потепление без опадков. У день поветра прогреется до плюс 9. У понеделок и авторок территория Беларуси опынится под уплывом малоактивного атмосферного фронта, который перемешивается с Балтыйского моря. Ранницей 6 листопада махчим и слабый туман. Однако дженная температура поветра останется раннейшей – плюс 9. День святкования 100-годового юбилея Кострышницкой революции так само обязает быть приемным. Истотного понижения температуры не шагается. Поветра прогреется до 7 градусов тепла. При этом синоптике означают, что и опадки псовать свято не станут. День пройдет без дожжу. Тем часам жидковичи рыхтуются до проведения областных дожинок. 17 листопада тут подведут выники сельско-господарчика года и узнагородят лепших працевников везки. С первотворениями, которые отбываются в городе, ознайомился Олег Синцюров. Местовые жахары кажут, что после завершения всех работ жидковичи станут совсем иншим городом. И не только изнешне. В ни одной 10-ти годе сирот наибольшей актуальных проблем широкого микрорайонов была отсутна селивневой канализацией. В связи с чем у дождевые надворы в улице литерально хвалятся под водой. Ча-первых, об этом можно позабыться. Новый выгляд приняла и головная улица жидковича – советская. Ей не только добро упоротковали, а ей поширили в два раза. Штучное покрытие на поле планируется поклассить в ближайшие дни. По особенности, теперь жидковичский стадион будет как минимум не горше, чем у инших городов Гомельской области. При том, что только городским стадионом спортивная инфраструктура не обмежуется. На территории первой средней школы, например, побудовали спортивный городок для молоди. Об потребованиях, которые предъявляются до уводимых объектов, можно мерковать по одновленной автостанции. За 37 годов эксплуатации тут проводился только косметичный ремонт. Реконструкция будинка с доброупорядкованием прилегающей территории обошлась о май у 400 тысяч рублев. Отповедные сроки выдадковал Гомель Апл-Автотранс. И он же властными силами зарабил и все необходные работы. Использовали силы своего предприятия. В первую очередь, это нашим строючасткам мы проводили все ремонтные работы. Это позволило сэкономить порядка 30% строительных работ. В данном случае мы сделали все качественно, вовремя, в срок и дешево. Сирот, срубленного на Житковской автостанции, замена даху, утепление фасаду, ремонт зала Чаканне. У Гомель Апл-Автотрансе лечить, что теперь это одна злепших автостанций на Полесе. Местовые же, Харис, такой оценкой у целом сгодные. Виктория Яхно стала первым пассажиром, який набыл билет на Ракуцареванном вокзале. Кажет, что еще когда была студенткой, часто корыстался послугами аутотранспорта. А тому добра памятая, яким будинок был ранее. Это как будто два разных объекта. Сейчас, безусловно, здесь все очень красиво, все очень современно, уютно, тепло. И находиться здесь одно удовольствие. Залы ожидания просто радуют глаз. Объект, яким так сама гонорация у Житковичих, один из корпусов другой средней школы. Победаванная маль 60 годов тому, плывные часы, он был закрыт в связи с аварийным станом. Теперь можно заполненностью стверждать, проблема выражена. Занятки тут почнутся у початку наступного года. По словам керевництва райваконкама, зараз запланованная до областных доживок работы, выкананная неде на 75-80 процентов. Все остальное будет обойсково завершено до початку свято працанников в Йоске. До речи, что день на допомогу будовникам и дорожникам приходят местовые жихары, які займаются работами по доброупорядкованию, а про чатоку кожные выходные у Житковичих проходят огульно-городские субботники. Ведутся работы, дневное, где-то и в ночное время. Значит, готовность высокая. Остаются небольшие страхи, которые нужно завершить. Все заверили, всех все получается. У нас находится на ежедневном контроле вся работа. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадио-компания «Гомель» Житковичев. Кермаши выходного дня протягиваются до конца листопада, и они будут проходить у кожным районе «Гомеля». На площади повстания шматлюд на маль самой ранецы. Многие приходят с семьями. Продукцию представляют споживецкие товариства, гандлевые организации, рыбоводшие господарки, челяры и рамесники. Наши корреспонденты подсекавились у горожан причиной популярности кермашов. Потому что люди могут купить продукты, и есть даже подешевле, чем в магазине. Поэтому все купуют, и большой выбор продукции. Потому что дешевле многие продукты, и все в одном месте, разные продукты. Вы сегодня что-то купили? Конечно купила. Капусту купила, лук купила и мясные продукты. Я купил рыбу себе. Жена любит карася, а я еще что-нибудь еще куплю, что-нибудь поесть. Чтобы не готовить, там может быть шашлык. Продукты более дешевые на ярмарках, более свежие все, я так считаю. Не залеживается на прилавках. Продукции очень много разного, выбор большой. И цены полные, переличные. Вот и все. Так само кермаши выходного дня проходят в районе зоны от Пашинку-Пруды по улице Лича, по улице Барыкино-143 и в районе Палаца водных видов спорта по улице Мазурова. Час працы с 8.30 до 15.30. Так само с 9 до 19.00 в каждом районе Гомеля протягиваются постоянно дейшие региональные кермаши. Сегодня у Гомеля открылся гандлевый объект, который объединял под одним дахом творчость белорусских майстров и ромесников. Ее нагадывая невеликую выставочную галерею с поличками для демонстрации оригинальных рукотворных работ. Программа урочистого открытия этого гандлевого объекта сопроводжалась с широком интересных мероприемств. Тут проходила демонстрация коллекции модного оденья и взаимные майстр-классы по народных мастерских промыслах. Працевали и специальные зоны, где каждый жадающий мог отримать профессийную консультацию стилистов или майстов-рамесников и заробить фотосдымок на память. В новом гандлевом объекте зараз можно увидеть самые неординарные рукотворные выработки. До того, что тут плануют проводить майстр-классы за делом гомельских и запрошенных майстров. По основе проекта идея развития самозанятости граждан и включения их в предпринимательскую деятельность. Объект задумывался таким образом, чтобы наши мастера, наши творческие люди могли себя попробовать в реализации через какую-то торговую площадку, которая за них бы делала все. Единственное, что нужно, это разместить свои работы. Или в аренду полочку взять, разместить и продвигать совместно, или просто разместить работы на комиссию и тоже совместно продвигать. Самое ключевое здесь – это совместное продвижение. Вы, пожалуйста, творите, ваши творения приносите. Мы их будем размещать, мы их будем продавать. И, мало того, мы будем учиться совместному продвижению. Гроши под идеей у Гомельской области реализуется уникальный для Беларуси доброчинный проект. Его организатор – Международный комитет Червоного Крыжа, принимая на разгляд бизнес-планы от беженцев из Украины и выделяя гранты на их реализацию. Для многих людей, которые приехали из городских кропок в чужую Украину, эта поддержка необходима, как никогда. Ганна Ковалева сострелась за одним из первоможцев проекта и доведалась, как отримать международный грант. Но в душе за все дымарил открыть столярную майстерню. Этой справой он занимался последние 20 лет. И за этот час обладал ее досконально. Выпадково доведался о программе поддержки микроэкономических инициатив, мэта якой допомогти беженцам из Украины открыть свою справу. Мужчина подал заявку на конкурс и нечаканно отримал установочий отказ. Был звонок вечером, да, добрый для моих бизнес-план. Ну, эмоций было много, да, потому что это очень большой плюс в семье. Ну, это очень большая помощь. Благодарность я проношу очень большую им за помощь, за содействие, за все. Дорогие семьи, у которых отримали такие же гранты, на Гомельщине уже больше за 40. Добраченный проект стартовал в Жнилне. Пронять уделу им пропоновалось и переселенцам с Донецкой и Луганской областей. Для этого необходимо было звернуться в отделение червоного крыжа по месту жихарства, по прикладу написать бизнес-план и заяву. Когда все умовы выполнены, на реализацию партпромальницкой идеи автору выделяли 800 евро. Конкурс уже закончился, а организаторов ввестили об новой хвале приема заявок. Яна протягнется до десятого снежня. На разгляд уже поступило 15 бизнес-проектов. Сверху их цыруль не у темлику для живел, хлебопекарни и многое иншее. Данный проект реализуется только в Гомельской области. Это пилотный. Международный комитет Красного Креста выбрал нашу область, потому что здесь наибольшее количество переселенцев с Украины. Если опыт будет успешный, я думаю, что он будет успешный, он будет продлен на территорию республики, на другие области. Дорочих, эта форма подтримки беженцев не одиная. Например, червоный крыш при необходимости оплачивая беженцам медицинские послуги. Еще одна давняя форма допомоги – выделение так званых ваучеров. Одноразовые финансовые допомоги у помиры 100 рублей. При этом на одну семью может вылучаться и некольки ваучеров. В залежности от финансовых остановящих семей и ее складу. На этой гроши, как правило, набываются харчовые товары, предметы еген и оденья. Так, только с начала этого года было выделено 6 тысяч ваучеров. Эту материальную подтримку отримали 510 семью. Ганна Ковалева, Валерия Гопанько, Телерадо, компания «Гомель». В «Гомеле» отбылся открытый турнир по волейболе областной организационной структуры белорусского физкультурно-спортивного товариства «Динамо». Он проходил на Кубок, присвященный Дню Ушановывания ветеранов органов внутренних справ и внутренних войск в Республике Беларусь. На передании свято, которое будет означаться 10 листопада, проводятся разные встречи и мероприемства. Волейбольный турнир так само стал доброй традицией. С поборництва разгорнулись в стенах физкультурно-оздоровленческого комплекса Гомельского областного управления Департамента Оховы Министерства внутренних справ Республики Беларусь. Особливость этого турнира в том, что свою команду супротедеющих супрацовников выставляют ветераны правооховных органов. И далеко не зауседы молодости отримливаются взять сверх над вопытом и мудростью. Доволе часто именовито ветераны задают тон с поборництвом и становятся их пероможцами. Я скажу, что ветераны могут даже кое в чем дать фору молодым. Это покажут игры. Мы, команда ветеранов сборной «Динамо», уже второй год подряд держим переходящий кубок. Но на нас равняются, к нам подтягиваются. И в этом году чувствуют, что уже будет сложнее. Потому что команды усиливаются, интерес к турниру растет. Но мы только этому рады. 10 ноября – это чествование того отряда ветеранов, которые обеспечивали служение нашему Отечеству. И я думаю, тот результат, который дали в то время наши ветераны, а подлезавшим, было принято решение министра внутренних дел о закреплении 10 ноября – это день чествования ветеранов. Ветераны – это передовой отряд, который обеспечивает дальнейшую учебу подрастающего нашего милицейского поколения в решении всех стоящих задач. С каждым годом волейбольный турнир, организованный «Динамо», набирая популярность. Все ли то, в делу им приняли 6 команд. По выниках с поборниц того, пироходный кубок и гоноровое звание пироможца в ходе соправды напруженной спортивной борьбы досталось сопрацовникам Гомельского областного управления Департамента Аховы Министерства внутренних справ Республики Беларусь. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by. На этом выпуск завершен. Усяго вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин